Всем привет! Я сейчас в LA, точнее, в Beverly Hills. Я приехала на кастинг для рекламы, и я сейчас спустилась вниз в гараж. Я была на втором этаже, но я спустилась вниз, чтобы с вами поболтать, чтобы возле здания не стоять там снаружи, чтобы на меня они не смотрели. И, в общем, кастинг для рекламы, для real estate, то есть они здание рекламируют. Мужчина с акцентом, знаете, такой акцент, как у тех в фильме Taken, заложница. Я думаю, что вы смотрели этот фильм. У девушки тоже был акцент, но у нее не такой сильный, а у парня настолько сильный, сильнее, чем у меня. И, в общем, он в татуировках. Это было... Кастинг проходил в салоне, в массажном салоне. Массаж, in LA называется. И, то есть, я зашла, они меня в комнату завели, посадили, сказали, сейчас придут. В общем, вместо кастинга мне предложили работу или массажисткой, или на ресепшене. Сказали массажистке, я буду зарабатывать 30-35 долларов в час. На ресепшене 15. Я сказала, что я живу 27 миль от вас, то есть мне будет на работу довольно-таки долго ехать. И я не знаю, или я согласна, нужно с мужем поговорить, там, и так далее. Но работу я не ищу сейчас, хотя, видите, может, и стоит забросить канал и начать работать массажисткой. Ну, я ей сказала, я говорю, вы знаете, я на массажистку не училась, я опыта не имею. Она такая, не волнуйся, я тебя научу. Не проблема, сертификат не нужен. На ресепшене тоже, если хочешь, будешь работать. Насчет рекламы мы тебе дадим ответ через два дня, потому что 540 заявок пришло, как она сказала, на эту рекламу. Они других девушек будут видеть. И насчет рекламы они мне ответ дадут через два дня. Но работа на ресепшене или массажисткой уже моя, если я хочу. Ладно, я выхожу с этой парковки. Иду сейчас к машине, где я припаковалась, потому что я заплатила за парковку только 45 минут. Вот так вот это место. Видите, там горы, недалеко голливудский знак можно увидеть, посмотрите, в какую сторону. Какие пальмочки. Кстати, вот это вот место, оно считается, относится к Беверли-Хиллз, то есть это не Родео-Драйв, все равно это считается Беверли-Хиллз, как они мне сказали. И даже если в GPS поставишь Беверли-Хиллз, то есть адрес улицы напишешь и так далее, в это место GPS тебя приведет. Я припарковалась прямо возле Беверли-Хиллз Мэрикал Клиник. Ремонт какой-то делают. В общем, как-то все это странно, девчонки и мальчишки, потому что они прямо мне сказали, чтобы я перебиралась жить где-то тут рядом, потому что я звезд буду видеть каждый день, и если я буду работать или в ресторане, или в массажном салоне, то больше шансов, что я с кем-то познакомлюсь. Но все мне это напомнило, как я уже сказала, вот этот вот фильм «Taking», «Заложница», потому что как они на меня смотрели, ну как-то необычно. Как сказать, я опыт имею с кастингами, и я не первый год на кастинги хожу, я ходила в Новой Англии, я тут уже на нескольких была, и я знаю, когда, как обычно, кастинг проходит, и вот это вот было необычно. Я мужу сразу позвонила, рассказала, он говорит, «Странные какие-то люди, что-то тут нечисто, может, это будет не массажный салон, а что-то другое под прикрытием массажного салона». Короче, чувствую, что зря я потратила 20 долларов на бензин, чтобы приехать на этот кастинг. Я имею в виду 20 долларов, это мне съездить в одну сторону и обратно, то есть добраться, например, до Беверли-Хиллз или Санта-Моника-Белевард, и потом обратно к себе домой, это вот примерно 20 долларов у меня на бензин выходит. Ну ладно, ничего страшного, сейчас я на другой кастинг поеду, в Норс и Холливуд, может, там вам расскажу какую-то историю, у меня сегодня так день прям интересно начался, сейчас утро. Ещё хотела сказать, когда приходишь на кастинг для рекламы, если это не говорящая роль, как минимум тебя должны пофоткать. И вот они взяли мой портрет, и девушка ему говорит, «Ты её должен пофоткать», то есть с разных сторон, но я попозировала, портретов несколько сделал, сзади, спереди сфоткал, и он так быстро фоткал, что он даже не ждал, когда я там спозирую или лицо специально, там улыбнусь, да, поверну угол, и я говорю, подождите, я с этого ракурса получше, лучше, чем с этого. Ну, странно. Всё, я поехала в Норс и Холливуд, так жарко на улице, что просто нереально с косметикой, прям на лице всё тает, тает, если так можно сказать. Приеду в Норс и Холливуд, может быть, что-нибудь запишу. Я добежала до машины со второго кастинга, в общем, кастинг был на полнометражку, продюсер, и он также написал сценарий, будет директором, режиссёром, да, он русский, он больше 20 лет в Штатах уже, говорит без акцента, на английском, по крайней мере, я акцента не заметила, и это комедия, полнометражный фильм, хорошо кастинг прошёл, он хотел со мной побольше поболтать, но девочек много было, поэтому долго не болтали. Ладно, поеду я домой, записывать, наверное, уже сегодня ничего не буду, так как жарко, я сварюсь, включая кондиционер. Мы у меня дома, и я вспомнила, что мне нужно закончить для вас влог, который я начала записывать на прошлой неделе, но потом закрутилась, так как мне нужно было на массовке съездить, кстати, про массовки рассказывать не могу, потому что, когда ты принимаешь участие, работаешь, то ты подписываешь документ о неразглашении. В общем, с массовками всё, топ-сикрет, давайте, наверное, быстренько зайду домой и покажу вам футболки, которые я купила в Колс в прошлый раз, а потом выйду и продолжу, потому что газон тут всё никак не закончат косить. И, в общем, вот так вот они выглядят. Первый вид, такого салатового цвета. Конечно, можно было бы эти футболки погладить, как многие блогеры делают перед тем, как снимают видео о покупках, но так как это влог, а не видео о покупках, думаю, что простительно. Хотела сказать, что вот эта вот маечка серенькая мне больше нравится, чем салатовая, потому что, когда салатовую одеваешь, заметно, какого цвета у тебя бра. И с этой маечкой не будет заметно, то есть в этом плюс, но они обе очень длинные, то есть когда ты их оденешь, то они будут до середины бедра. И, соответственно, нужно выбирать, что ещё одевать, какие шортики и так далее. Вот эта маечка для занятий спортом. Ведь надпись «Does running late count as exercise?» Мне нравится. Белый цвет, правда, маркий, но если не часто одевать, думаю, прокатит. Вообще мой любимый цвет – это чёрный, а не белый. Но мне надпись сама понравилась, и в чёрном варианте не было. Это фирма «Chin Up». И маечка, вот эта вот спортивная футболка, то есть, сейчас скажу, сколько она стоила. И эта спортивная футболка стоила 24 доллара. В «Rock Republic» можно что-то более современное, молодёжное найти, в основном в «Calls». такая консервативная одежда, но разве что вы зайдёте в раздел для молодых девочек, то тогда ещё можно что-то такое молодёжное найти, а в основном это для взрослых женщин. И мне вот эта вот футболка понравилась, что серенькая. И также вот цветы такие интересные, но спинка выглядит вот таким вот образом, видите. И не знаю, или мне это очень нравится. То есть, я когда на себе там померила, подумала, окей, с джинсами, с шортами, там и будет смотреться нормально. Но потом дома ещё раз одела, и думаю, что, наверное, слишком. Хотя для пляжа может подойти. От фирмы «Rock Republic» я уже себе брала брюки, и мне понравились, очень хорошо так смотрелись. Я в «Calls» обычно, когда захожу, первым делом проверяю, что у «Rock Republic» что-то появилось новенького, интересного, а потом уже на другие вещи смотрю. Ну, в общем, вот эти вот футболки, которые я хотела вам показать, я снимаю при дневном освещении, то есть просто свет из окна, и я не знаю, насколько хорошо будет видно, думаю, нормально. Парус слов по поводу истории с кастингом, с массажным салоном. Я от них так и ничего не услышала, то есть они мне не сказали, выбрали они меня для рекламы или нет, но я так поняла, что она хотела, чтобы я ей набирала, она мне дала свой номер телефона, и тогда сказала, вот, как поговоришь с мужем, то обязательно набирай, и мы встретимся, и обсудим насчет работы. Но, конечно же, я не стала этого делать, я решила так, что если выберу для рекламы, сами со мной свяжутся, если нет, то нет. И я думаю, хорошо, что я воду не стала пить, она мне тогда еще предлагала водичку попить. Думаю, хорошо, что не стала, а то неизвестно, что в той воде могло бы быть. Я все тут стараюсь найти угол, с какой стороны будет меньше слышно всяких звуков, но что-то у нас сегодня тут много всяких действий происходит по соседству, как вы можете заметить, и не знаю, что с этим делать. Но ждать не хочу, когда они закончат. Но это прямо издевательство. С той стороны решили газон покосить, с этой стороны. Я вчера не выспалась, делала субтитры для своего английского канала для некоторых видео, также нужно было закончить новый маникюр для английского канала, и я не выспалась. У меня так получилось, несколько ночей я не высыпалась из-за того, что работала, и также записывала видео, субтитры делала, и сегодня я никакая, поэтому я даже не знаю, ли я пойду на тренировку, но я постараюсь. Я специально на улице решила записывать этот влог, чтобы немножко солнышко и свежий воздух мне помогли как бы прийти в себя. Дома сидишь, и такое состояние, усталость, то вообще ничего не хочется. На улицу, когда выходишь, то получше. Можно сказать, что ваши комментарии, ваши лайки показатель того, нравится видео или нет. И я думала делать несколько видео с ответами на ваши вопросы, то есть делать еще хотя бы три видео, потому что я хотела детально ответить на те вопросы, которые вы мне написали, но если смотреть на лайки, которые вы поставили к моему последнему видео с ответами на ваши вопросы, это была первая часть, то оно не пошло, и соответственно, получается, что вы мне показали, что больше делать таких видео не нужно. И я теперь даже не знаю, или делать другие части. Еще раз я хочу сказать, что ваши лайки и комментарии это показатель для нас, какие видео делать. И то есть, если вы меня попросили сделать ответы на ваши вопросы, я решила сделать, но потом вы мало лайков поставили, соответственно, получается, что больше делать не нужно такое видео. И я теперь не знаю, или делать мне остальные части, как я планировала. Все, на этом я буду заканчивать. Я всем желаю удачи и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok